Субтитры создавал DimaTorzok 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 интерьера, то есть некоторые гости к нам приходят со стульями, со своими столами, шкафами, то есть летом особенно это очень удобно, когда получается, актуально, да, когда начинается дачный сезон, здесь у нас летом просто вот привозили свои шкафы, плательные, прям целыми гарнитурами мы здесь все это выставляли, красили, но это достаточно очень, во-первых, мы больше стараемся как экологичный бренд, ну, то есть за вторичное потребление, то есть нам лучше... Сейчас во всем мире это уже как бы как тренд, да? Да, это как тренд, это стало модным, и это очень хорошо, на самом деле, это прям такая, скажем, очень крутое веяние, крутая мода стала, в общем, поэтому мы лучше перекрасим, переделаем, дадим вторую жизнь, вдохнем в старые вещи, чем, допустим, купить что-то новое, ну и, соответственно, выбросить, поэтому, когда к нам приезжают с переделкой, мы стараемся максимально помочь, то есть кто-то это просто делает, допустим, обновить цвет, вот надоела старая, там, не знаю, светлая мебель, хочу чёрную, например, или там, тёмно-синюю, а некоторые бывают, приезжают так, как со старыми буфетами, которые достались им от бабушек, да. Вы там, допустим, если обращаете внимание на именно на сломанной, допустим, бывает же, да, всё равно мебель старая бывает всегда, как вы, в принципе, это всё оцениваете, и про переделки, что нужно учесть? Ну, мы стараемся, на самом деле, помочь всем нашим гостям, да, то есть когда обращаются к нам с просьбой о помощи, ну, что-то переделать, что-то подреставрировать, да, но тут надо изначально понимать, либо это просто перекраска, да, и мы, допустим, меняем один цвет на другой, либо это, конечно, прям полноценная реставрация мебели. Ну, в основном реставрация мебели относится к более старинным вещам, да, то есть здесь можно посмотреть, вот, например, шкаф у нас стоит. Ух ты, это шкаф откуда? Это плательный шкаф, его привезли, он был у бабушки дома, вот, чуть-чуть поближе встанем. Да, единственное, что, на самом деле, такие шкафы раньше стояли у всех, ну, примерно где-то в 60-х. Это примерно какого года? В 60-х, 70-х годов, то есть единственное, что у него не было вот этого зеркала, полотнища, то есть вот это уже декорацию делали мы сами, то есть вырезали под зеркало основу, здесь лепнину добавляли, то есть в основном все эти шкафы были гладкими, то есть без зеркал. Зеркало мы состарили. Добавили зеркало? Да, состарили, получается, добавили трафарет уже, ну, обыграли в цветовом формате. А как, кстати, зеркало можно состарить? Ну, для этого есть несколько, на самом деле, способов. Есть самый примитивный способ, это когда берется готовое стекло, просто на него наносится краска, трафарет, и потом уже сверху специальная краска, которая становится вот как раз-таки имитацией зеркального полотна. Можно состарить настоящее зеркало, ну, то есть уже, ну, снять амальгаму, но это немножко достаточно такой химически сложный процесс, поэтому в основном как бы на мастер-классах мы делаем, ну, больше имитацией работаем. И еще, я вижу тут какой-то, как это называется? Это называется лепнина. Лепнина, да? То есть это мы делали сами тоже при помощи молдов специальных, трафаретов, да, все это наносилось, делалось, ну, соответственно, получилось достаточно такой старинный эффект. Цвет тоже тут играет роль, наверное, да? Цвет, да, во многом играет роль, но на самом деле... Чтобы придать старину. В основном, ну, как вам сказать, существует небольшое такое заблуждение, то, что почему-то старинные вещи, это обязательно должны быть либо там бежевые, коричневые, да, например. На самом деле, вот если вы посмотрите, пройдетесь по нашей студии, все достаточно очень винтажно смотрится и в зеленых оттенках прекрасно, да, в черных оттенках. Очень многие боятся, кстати, черной мебели изначально, ну, то есть, ой, черная мебель, а вдруг как, ну, как она будет смотреться, да? Когда же приходят к нам, видят, как выглядит действительно в интерьере черная мебель, и, соответственно, ну, как сказать, мнение меняется тут же, поэтому... И сейчас, вот, Анастасия, я картотеки сейчас переделываю, да, очень много стало сейчас из библиотек, все, кто работали раньше. Да, ну, картотеки, это вообще на самом деле прям сокровищница, сокровища... Его достаточно... У нас, по крайней мере, в Якутске очень тяжело достать. Сейчас либо их утилизировали одно время, как раз вот было когда... Если вы посмотрите, там стоит более старая картотека под печатной машинкой. Это уже, ну, по-современнее, скажем так, картотека. Ой, а бутылочки у вас откуда? Какие интересные. Эти все бутылочки медицинские, ну, то есть, раньше в них... Откуда они? Это все из Питера. А, интересненько. Это все из Питера, с блошиных рынков, то есть, разного объема, разного формата. Вот, кстати, по цвету, да, если брать вот черную у вас в картотеку покрасили, это люди, насколько они осмеливаются покрасить в темные цвета? Ну, сначала боятся, сначала страшно, а потом, когда начинают... Ну, вернее, приходят... Которые и зяги тоже. Да, приходят, когда к нам в гости уже, видят и начинают, ну, как-то уже более смело. На самом деле, многие люди приходят зачем-то одним, ну, то есть, буквально, вот, начинается иногда все с одного подноса. Покрасили они, вот, там, не знаю, в красный, в синий, в зеленый, и потом уже начинается переделка всего, прям, всего дома. Анастасия, наши телезрители интересуются. Расскажите про себя. Ну, сама я по профессии художник-декоратор. То есть, я училась в Институте современного искусства. Вот, процесс был творческий и долгий, до этого я училась также в московском филиале, в академии, поэтому, ну, то есть, в принципе, творчество, оно всегда было со мной рядом. И здесь уже получается это больше как что-то, ну, хобби, переросшее в работу. Ну, есть же такая поговорка, что если вы будете работать в том месте, в котором вы очень любите, да, то есть вы не проработаете ни дня. Поэтому, как бы, здесь мы ходим на работу, кроме меня здесь есть еще один художник-декоратор, да, Лилия. И поэтому мы на работу не ходим как на работу, а ходим сюда просто, вот, знаете, в место, где можно творить, где можно максимально вкладывать в свой творческий какой-то потенциал. Мы очень любим гостей, между прочим. Поэтому все наши друзья, вот, то есть подписчики, ну, на инстаграмной странице, да, то есть мы всегда всех зовем, даже просто приходите к нам в гости, мы с радостью попьем с вами чай, расскажем, не знаю, придумаем какие-нибудь новые мастер-классы. То есть мы всегда максимально открыты для гостей, для общения и всегда готовы делиться своей вот атмосферностью. То есть в нашу студию можно просто прийти, провести даже какой-то, не знаю, девичник. Ну, то есть почему бы очень даже замечательно, если можно провести какой-нибудь мастер-класс, например, на девичнике, да, или на дне рождения, чем, ну, вот, просто сидеть, например, в кафешке. То есть мы можем договориться и накрыть здесь стол, и можно в мастер-класс. С пользой, получается, так скажем. Да, в прийти время с пользой. Вот, тем более наши краски, они максимально экологичные, да, то есть, опять же, почему можно проводить и как чаепитие, да, то есть в перемешку с мастер-классом. У нас в составе краски абсолютно нет ничего, кроме воды, пигмента и камня. А камень – это молотый мрамор. Соответственно, вода испаряется, и на предметах интерьера, мебели, да, остается вот буквально-то только пигмент и камень. Чем дольше он стоит, тем он крепчает. Поэтому вся мебель, все предметы интерьера, перекрашенные как бы нашей краской, они служат прям долгой верой и правдой. Ну, то есть, так. Ясно. А вот еще, смотрю, я тут часы большие, это какого времени? Ну, это на самом деле новодел. А, да? То есть, это не старинные часы, да, то есть, это на самом деле… А точно похоже, как прям винтажная вещь. Да, вот о чем я вам и говорила, то, что можно, в принципе, любую вещь переделать под винтажную, да, то есть, состарить. Это заготовка, также сделанная нашим столером. Тут, если присмотреться, мы еще не доделали, видите? Не вставили стрелки, но в целом, и видите, черный фон, на самом деле абсолютно как бы не выглядит так мрачно. Вот здесь дальше пройти, здесь уже, конечно, часы, это настоящие часы, они с боем, они бьют. Старые, да? Да, старинные, настоящие часы, они рабочие, то есть, они в определенные часы. А они откуда привезены? Ну, они привезены из Питера. Вот, тоже на Блашином рынке приобретены. Здесь у нас тоже стоит настоящая машинка, печатная. Вот, настоящая печатная машинка. Германская, да? Да, германская. Ее везли сначала с Германии до Питера, и с Питером мы уже, ну, то есть, Питер у нас таким местным дислокацией является. Там мы его и забираем, вот. Теперь зрители тоже интересуются, лепнину из какого материала делают и чем приклеивают. Лепнину в основном, есть ту лепнину, которую мы используем, мы используем либо резиновые молды и самозадевающий пластик. То есть, это непосредственно, да, то есть, можно сделать. И приклеим, в основном мы приклеим на крем, ой, на крем, на клей-столлер. То есть, клей-столлер-малярт. Обычный, да? Да, то есть, вообще, вот на нем прямо идеально все держится. В принципе, все приклеено. Ну, то есть, мы не используем, на самом деле, жидкие гвозди или еще что-то. Вот, столлер-момент, он прямо прошел все этапы. Вот, как будто бы смотрится тут, получается, какая-то железная банка, да, а на деле она вот такая вот пластиковая. Она даже не пластиковая, она даже картонная. На самом деле, все это игра материалов, то есть, не более. Если использовать различные техники, которые мы обучаем на мастер-классах, да, непосредственно, можно создать имитацию металла, можно имитацию дерева создать, можно имитацию кожи создать, ткани, то есть, всего-всего, чего угодно. То есть, вот здесь, например, да, как я вам говорила, можете посмотреть, абажуры. Да, вот абажур. И здесь, на первый взгляд, кажется, что это ткань. Но это не ткань. То есть, это полностью, да, сделано, то есть, это пластик, на самом деле. Мы полностью сами красили, то есть, это на мастер-классе прямо происходит. То есть, вот такой вот белый пластик становится имитацией ткани. Все это поэтапно выкрашивается. Если приглядеться, то тут как будто бы ткань. Да. Вообще классно. Вот, все это имитация, но, тем не менее, видите, как достаточно выигрышно смотрится. Здесь вот такой вот малыш. Поменьше, да? Поменьше, да. То есть, в принципе... Про техники еще интересуются? Про техники нанесения краски? Вообще техник, на самом деле, существует много. И можно, конечно, просто окрашивать, ну, то есть, менять цвет, да. Я прямо настоятельно рекомендую все равно под любую краску использовать адгезионные грунты, да. Поскольку в основном перекрашивается... Все равно сейчас, да. В основном перекрашивается мебель из ЛДСП, ну, то есть, из таких достаточно скользких поверхностей. Из металлических поверхностей, ну, те же какие-нибудь эмалированные ведра, да. То есть, вот. Поэтому адгезионный грунт идет обязательно. Он идет для лучшего сцепления краски с поверхностью. После этого наносится любая краска, ну, то есть, я имею в виду, из нашей цветовой палитры, любая краска. И потом уже продаются определенные, ну, декоративные элементы. Можно состарить, нанести воски, затерев их в трещины, да, то есть, в фактуру краски. Краска сама по себе достаточно фактурная за счет того, что у нее идет мелко перемолотый мрамор. Ну, то есть, она сама по себе с такими небольшими крупичками, как будто вот пудровая такая идет, да. Соответственно, если мы в нее затираем воск, она приобретает еще большую такую, скажем, фактурность, вот эффект. Да, вот здесь, вот видите. Состаривание, да, больше. Да, то есть, вот здесь у нас, например, голова сделана из гипса, покрыта краской, затерт воск, и, видите, она выглядит как каменная. Да. Здесь? Полностью имитация каких-то других материалов, да, с помощью краски. То есть, если посмотрите, да, вот на эту вазу, она выглядит каменной. Да. Правильно? Но она сделана из стекла. Это обычная стеклянная ваза. Ага. То есть, в принципе, абсолютно разным поверхностям можно придать абсолютно другие. Вот, допустим, я смотрю тут зеркало, это, и вы до этого мне сказали, что это нижняя часть, она, отношение к этой старинной зеркали, да? Это старинное зеркало, оно привезено из города до Иваново, отреставрировано, но перекрашено, да, соответственно. Оно было без тумбочки. Тумбочка как раз-таки идет, вот обычная современная ЛДСП. Ой, тут прям не скажешь, что это из ЛДСП от тумбочка. Полностью преображена. Мы сделали ножки, добавили, добавили как раз-таки ту самую лепнину, самосотвердевающего пластика, да, на те же ручки. Здесь тоже, кстати, ручки остались родные, обычные. Здесь была добавлена просто лепнина, добавлены рейки, все это просто перекрасилось под один цвет. Соответственно, вместе это все выглядит одним сплошным гарнитуром. Ну вот. Ансамбль такой получился, да? Да, одноценный ансамбль. Здесь у нас есть кофемолка, вот она, кстати, тоже настоящая. Рабочая? Она рабочая, да, поэтому при желании сюда можно засыпать настоящие зерна, перемолоть и выпить чашечку горячего кофе. Здесь, если дальше посмотрите, вот опять же, здесь старинный, получается, буфет. Тут полностью перекрашен, то есть, ну, в принципе, здесь он особо даже не отреставрил, но его просто перекрасили. Видите, какая толстая древесина, такой массивный прямо, увесистый. Здесь добавили только ручки. Здесь же сверху настоящие винтажные тарелки. Они привезены из Франции в разное время, то есть собиралась коллекция достаточно долго. Чтобы это красиво все обрамить, все это стоит в специальной подставке. Но подставка, опять же... Тоже заготовленный, да, новодел? Да, это новодел, то есть, да, сделанный нашим столером специально по эскизам старинных как раз-таки полочек под тарелки. Вот, поэтому здесь у нас дальше... Мы тоже как бы ансамбль сделали, да, с комодом. У нас такая отдельно кухонная зона, да, то есть с чайником, пить чай можно, ну, то есть и как какое-то такое отношение. Здесь... И у нас зрители интересуются, как можно, в принципе, допустим, выбирать цвета, да, в этом вы помогаете? Конечно, да. К нам приходят, и мы всегда консультируем. Но я больше именно за живое общение. Не всегда бывает удобно в плане, допустим, по телефону как-то, да, или там в переписке. Потому что иногда бывает, люди представляют одно, а по факту получается совершенно другое. Лучше всего, когда приходят, здесь видят живую, например, и мы максимально стараемся помочь выбрать. У вас тут как музей, даже просто как необычная студия назовём, да? Да. Люди могут тут прикоснуться с историей, да, какой-то интересными фактами, наверное. Всё знаете, рассказываете, наверное, да? Конечно, да. То есть почему мы и любим приглашать сюда, то есть мы любим гостей и стараемся... То есть у нас непосредственно не то, что как магазин, да, то есть мы стараемся просто продать, например, краску или просто провести мастер-классы. Мы стараемся вот именно больше вдохновить, больше на какие-то творческие такие моменты. Поэтому, когда к нам приходят, мы стараемся максимально проконсультировать. Поэтому даже если нет никакой конкретной идеи, приходите, мы обязательно вас, ну, прям направим на максимальный творческий потенциал. Дорогие зрители, мы напоминаем, что работаем в прямом эфире. И у нас номер ватсапов ниже указан. И очень интересуются, где же эта студия находится, особенно из улусов. Впереди новогодние каникулы, наверное, вы в это время будете работать. В преддверии нового года у нас сейчас будут новые мастер-классы, ну, то есть непосредственно тематические, уже ближе к новому году. Вы с ними можете ознакомиться на нашей страничке инстаграмной, да? Декор ЕКТ, тут внизу будет указано в титре. Вот, и, соответственно, мы находимся по адресу Чкала, 18, дробь 2. Это во дворе гостиницы Веста, дорогие гости. Поэтому, когда будете к нам приезжать, заезжайте ровно под трубы. Слева будет одноэтажное здание. Да, мы находимся немножко так вдалеке, но здесь максимально у нас атмосферно. Просто здесь у нас все рядышком, все близко. Ну, столярная мастерская, поэтому как бы... Студию вы сами все переделывали, да, под интерьер? Да, ну, конечно, все полностью создавалось самим, все перекрашивалось, все. Ну, опять же, тут очень хороший показатель того, что некоторые боятся темных оттенков, некоторые боятся темных стен, черной мебели, да, вот каких-то таких достаточно кардинальных изменений. Когда же приходят к нам, видят это все на самом деле, как это выглядит, и многие после посещения нашей студии взяли так и перекрасили. То есть стены более темные, какие-то насыщенные цвета мебели в какую-то черную, либо кардинально красную, то есть перекрашивают двери входные, например. Ну, то есть, пожалуйста. Без ограничений. Без ограничений, да. Чего интересуются? Красивые ручки для мебели, где можно приобрести, откуда вы закупаетесь? У нас одно время были на продажу ручки, как бы они продавались у нас в студии. В ближайшие, в данный момент, к сожалению, ручек сейчас нету, но в дальнейшем обязательно появятся. Ну и вот здесь, смотрите, у нас мастер-класс. Тут очень большая какая-то, очень большая рама, я вижу. Это зеркальное? Зеркало, да. То есть, у нас есть вообще мастер-класс по зеркалу с плитками. Это, на самом деле, было небольшое зеркало на 18 плиток всего. Оформляется оно по желанию, ну, то есть, вообще под любой интерьер. Это может быть хоть красный, хоть зеленый, хоть какие-то винтажные оттенки. Ну, то есть, кому как нравится. Здесь же рама приобрела немножко достаточно большой вариант. Ну, то есть, опять же, под индивидуальный размер, под индивидуальный, скажем так, интерьер. Поэтому мы максимально открыты для творчества, максимально открыты для экспериментов. Всегда ждем с новыми идеями. И, на самом деле, это очень интересно, когда к нам обращаются. Вот летом мы делали тоже переделку комода старинного, привезли из деревни дедушкин комод. Вот на нем было, кстати, там 3 или 4 слоя краски. Пока мы это все снимали, вся история восстанавливается. В итоге он был белоснежно-белый, когда к нам его принесли. Изначально цвет у него был черный. Но там было 4 слоя краски, пока мы все это снимали. Но все это, на самом деле, очень интересно. Поэтому желающие, к какому времени больше они хотят переделывать вещи, допустим? Винтажные больше, да? Либо ретро, либо совсем такие. Какому стилю они хотят? На самом деле, по-разному. Все начинается, на самом деле, с обычной, опять же, перекраски. Меняют один цвет на другой цвет. А потом уже начинается. Когда приходят в студию, видят, ой, а как вы это сделали? А как вы это сделали? И выглядит-то это все достаточно эффектно. Но на самом деле, это достаточно все просто. Нужно просто как бы захотеть. Все этапы, все секреты, как это все делается, мы все рассказываем. То есть мы и показываем на мастер-классах, да, можем показать это, можем и так проконсультировать. Ну, то есть в этом, на самом деле, ничего сложного нет, было бы желание. Вот, поэтому... Мастеров набираете, спрашивает. Очень быстренько ответим на этот вопрос. Мастеров мы не набираем, как бы у нас есть два действующих мастера, но мы всегда открыты для проведения мастер-классов. То есть мастеров, которые занимаются чем-то, то есть наша студия всегда открыта, и мы можем предоставить свою студию для проведения ваших мастер-классов. Ну, то есть по любым видам искусства, творчества. Поэтому, если есть желание, пишите нам в директ, мы обязательно, ну, обсудим все вот эти вот возможные варианты. Еще спрашивают, на заказ реставрацию делаете? Да, непосредственно сами мы занимаемся полной реставрацией мебели, ну, более сложной. И на мастер-классах мы, к сожалению, ну, не к сожалению, но мы не можем научить тому, чему мы владеем сами, в плане именно сложной реставрации. Поэтому на заказ мы берем, обучаем только, ну, каким-то таким декораторским. Анастасия, вам спасибо огромное, что пригласили в вашу студию красивую, интересную. Пусть у вас будут новые идеи, новые реставрации. Вам творческих успехов. Дорогие телезрители, спасибо всем, кто был вместе с нами. Спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!